Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я приехал сегодня на реку Дон, вот под такой вот крутейший мост, кто постоянно смотрит мои видео. Вот там, чуть подальше мы бросали в том году, там была старая переправа, ее много раз бомбили немцы, и там в том году мы нашли мину. Вот, можно полистать ровно год назад и, собственно, найти видео и увидеть. Вот, сегодня решили перебраться под новую переправу и посмотреть, что здесь может быть. Давайте бросать! Так, друзья, первая находочка. Смотрите, что у нас здесь. Электрод. И, блин, у меня аж руки дрожат. От автомата Калашникова, видите, нет? Патрон. Патрон, вот он. Охренеть, вот это место нормальное, да? Блин, я не знаю, прикольно. Это 5.45, наверное. Не знаю, друзья, пишите в комментариях. Но, мне кажется, это АК 5.45, хотя, всякое может быть. Так, крутое место я нашел. Погнали дальше. Пошли находки. Здесь ничего. Хотя нет, вот какие-то железочки есть. Вот такие. Не определить, что это. А здесь вот такой вот могучий болтяра. Нормально, да? Прикольно. Это, походу, запчастюха от моста. Так, если есть, если есть, короче, патрон от автомата Калашникова, должен быть где-то автомат Калашникова. Давайте мы его выловим уже, а? Короче, друзья, я не знаю, что это за место, но это просто капец. Вы сейчас охренеете. Смотрите, с одного заброса. Раз, два, три, четыре, четыре. Два получается 7.62, я так понимаю, да? Вот эти два больших. И два поменьше на 5.45. Они нет. Смотрите. Уже пять патронов. Блин, у меня руки дрожат. Вот это я наловлю сегодня. Кошмар вообще. Блин, что с этим делать? Я понятное дело, что это никуда не потащу. Наверное, надо будет обратно бросить. Ну, это прям ужас. Во. Это, походу, привет из 90-х, да? Такой вот мост. Это по мосту, значит, бандиты ездили. В руки дрожат. Кидай в воду, что называется. Так, пойду дальше. Так, народ, я уже не удивляюсь. Я, мне кажется, нашел какой-то склад боеприпасов. Плюс один. Блин, прикинь. Блин, где автомат? Не, мне кажется, ну, смотрите, у меня уже шесть патронов. Где-то должен быть автомат. Сейчас достану. Так, я потихоньку сбиваюсь со счета, народ. Па-бам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще шесть. Охренеть вообще. Это какой-то боекомплект. Слушайте, за это, мне кажется, можно и в тюрьму присесть, наверное. Но я не знаю вообще, что с этим делать. Кошмар. Я их все в одну кучку скидываю, потом покажу все сразу. Блин. Во. Почуметь. Смотрите. Это прям возле берега. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще восемь. Короче, там под берегом что-то лежит. Я прям вообще, вообще недалеко бросил. И сразу восемь штук достал. Что это такое? Это ящик с боеприпасами там. Капец вообще. Не знаю, продолжать нет страшно. Так, смотрите, народ, это вот на данный момент. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Фу, вот это арсеналище. Так, пойдем покажу, откуда вытаскиваю. Это где-то прям возле берега, совсем рядом. Вот, буквально рядом. И тащим сюда. Не знаю, получится, нет? Там, походу, дело все дно ими завалено, по ощущениям. О! Тащики. И смотрите. Без монтажа, без склеек. Сразу. Еще четыре патрона. Охренеть. Что это такое вообще? Это где-то вот здесь прям лежит. Вот мост, смотрите. И может прям кто-то скинул. И сюда упал. Или тут кто-то припрятал. Я не понимаю вообще. Народ, у меня первый раз такое. Я реально капец вообще. Я нашел какой-то боекомплект. О чем эти? Не знаю, может сюда больше не бросать. Может хорош. Страшно. Вдруг там мины какие-нибудь. Но это не со времен войны явно, да? Это что-то... Это что-то современное. Это что-то современное. И бандитское, походу, дело. Вот, видите, с красными полосками. Не знаю, кто шарит, друзья. Напишите, что это. Может трассирующие? Понятия не имею вообще. Пишите в комментариях. Продолжаю вынимать. Все одно и то же. Все снаряды. Очуметь. Супер место вообще, да? Видели хоть раз такое? Охренеть. Подпишитесь на канал, друзья. Пока меня не приняли. Где вы еще такой контент найдете? Еще парочку. Продолжаем пополнять арсенал. Ух. Так, я потом все это... Наверное... Я не знаю, что с этим делать потом. Вызвать полицию, бросить воду. Понятия не имею. Ну, понятное дело, патрон. Но уже что-то железное вырисовывается. Патрон уже обыденное дело. Я уже к ним привык. У меня почти не дрожат руки. Угадайте, что? Еще парочку боеприпасов. Там интересно, вообще в этой реке есть что-нибудь, кроме патронов? Смотрите, друзья, туристы плывут. Прикольно вот так вот, да? Два понтона, палаточка и прям кайф вообще. Я вот о таком всегда мечтаю вообще с друзьями, чтобы... Здравствуйте. Откуда плывете? В Задонске. В Задонске? А куда? А, в Воронеж. Или вы сразу в это, в море? В Азов. В Азов, ну правильно. Так, народ. Еще один. Я уже сбился со счета. Я потом в конце все покажу. Слушайте, я всегда хотел поймать что-нибудь, ну, такое военное, прикольное, да? Что прям, о, классно. Но сейчас уже не хочу их ловить. Я уже хочу что-то другое поймать. Может, что-то рыбацкое попадется, в конце концов. Количество патронов потихоньку уменьшается. Я надеюсь, я почти все выловил. Вот, в этот раз один. Так. Ну, по одному, по одному вытаскиваю. Еще один. Еще один. Как же быстро человек привыкает, знаете, вот, к боеприпасам. Я приехал сюда полчаса назад, и первый прям, о, восторг, нифига себе. А сейчас уже как-то нормально, да? Мне кажется, если начать вытаскивать автоматы, то первый ты тоже такой разорвешься вообще. А потом, ну, автомат, автомат, шашка. Посмотрим. Вот тут все время что-то. Ага. Зацепился. О, зацепился. О, новенька. Сорвал, но не пойму, может, что-то тянул. О, сразу четыре. Мне кажется, там я цепляюсь за какой-то ящик, короче. Я за него уже не первый раз цепляюсь. Вот. И, собственно, может, какая-то цинка, реально. Она порвана. И оттуда по одному вытаскиваю. Еще по дну разброс, не знаю. Так, друзья, давайте предварительные итоги мы подведем. Забросы на этой точке. 22 патрона маленьких и 13 патронов больших. Я сейчас перейду на ту сторону моста, попробую покидать там. Надеюсь, там патронов не будет. Слышите, я даже запинаюсь. Вот. Эту штуку, ну, где-нибудь здесь сейчас закину. Не знаю, что с этим делать. Не знаю. Да, они, наверное, деактивированы, в принципе, да, водой. Поэтому, наверное, не считается боеприпасами. Хотя, не знаю, друзья, пишите в комментариях.